Программа Совета Народных Комиссаров в Москве. Следующий содержатель далее. Следующий цитат. Я считаю необходимым самым решительным образом протестовать против преднамеренного акта оскорбляющего ревьюзминства католиков. Религии святых, почитаемых фатерической церкви, дороги всем католикам. Подлинность их гарантируется строгим контролем со стороны церковной власти и не требует подтверждения какого-либо другого ворона. Католики поклоняются мочам святых, просеять на заступление вести перед престолом и лыжного. Утверждение, что мочи разлагаются, как это ложно утверждается в местной газете, несоответствует действительности. Посягательство Кубисполкома на этот духовно-религиозный дел является незаконным и противоречен указу о разделении церкви и государства. Это не дело гражданской власти проверять мочи святых, потому что вера не нуждается в канцелярском подтверждении. Для того, чтобы предотвратить неизбежные волнения среди католиков, обращая внимание Совета народных комиссаров Витебской области на незаконность такого поведения, хочу отметить, что я не ваших представителей и собираюсь предотвратить Витебскую Куба делу права о акте насилия в отношении патолической церкви и оскорблении религиозных чувств которых с заместителями трополита цеплян в 21 августа. Сразу же отец цеплян получил ответ на телеграмму от советской власти, от начальника отдела управления в Витебске. Опять же цитата. В результате запросов группы католиков-казноармейцев 26 августа создана специальная комиссия, чтобы открыть и исследовать мощь и блаженную волн. Таким образом, соблюдены необходимые условия присутствия в качестве представителей верующих и священников во время встречи с Аркапами. Существенным элементом является наличие свидетелей. В связи с событиями граммы буквально на следующий день крайне оперативно архивистка группа не отреагирована в следующем образе. В ответ на телеграмму 27.99. Пожалуйста, позовите группу католиков, которые выбрали на Божьем быть. Экспертиза подлинности мощей, это делается мощью блаженного Андрея, сейчас проверяются авторитетами духовенства и в последний раз в 917 году в присутствии собрался в себе. Открытие и исследование мощи в специальной комиссии и благотелу права может означать только издевательство над религиозными чувствами католиков и актом оскорбления, в котором не я, никто из верных католиков не может принимать участие. Заместитель митрополита, как они учатся в церкви. Намерение мышного оскорбления, сокровения мощи вложенного Андрея Горького вызвало и определенный резонанс среди католинской общественности. Так, 23 августа Центральный комитет Католинской церкви в Санкт-Петербурге направил следующее обращение в Детрограде, на южной реке Фонтан, в том 118-й, с органахком Москва, Витебский фугасполком. Центральный комитет Витебской архиепархии и знак о намерении Витебской исполком распечатать мощь и блаженного Волимкова в Ковоцке заявляет о тренинге как только категорический протест против вмешательства гражданской власти молодостью религиозных чувств катастрофика. Гражданская власть в соответствии с указом о разделении Центра и Государства не имеет право вмешиваться в религиозную жизнь в мире. Вот такого рода решительные действия архиепископа Воли и католической, которые были основаны на консеренции и мнениях католической экипархии, не остались бесплодными, советские власти решили спрятать на мочи святого Воли и были вынуждены отказаться от их осквернения. С монаркомом было официально отправлено уведомление в Витебск о том, что о недопустимости вскрытия мощей и уважаемого Андрея Бобля, о чем в свою очередь был изъятие мощей передачи распоряжения Витебского глупосполкома. По мнению членов секретариата, мощи представляли музейную ценность и должны были быть помещены в Витебский музей. Однако уже 22 июля в адрес полоского уездного примитента КГБ из Москвы была присылана телеграмма за подпись заместителя председателя КГБ УНСФСР, в которой приписывалась мощь и уважаемого срочного порядка перевезти в Москву, что, собственно, не было сделано. Мощи были помещены в музей наркомата здравоохранения в Москве, где эксплуатировались как образец в унии. После чего долгопременешние переговоры между Судем Престолом и Советским правительством на возвращение великвии. И только в 24-м году Папскому комитету по помощи голодающим в России удалось получить разрешение привезти религии в Рим, откуда после гномеризации, которая произошла в 1938 году, они были переданы польскому народу. Во время оккупации и варшарского восстания медленное тело Андрея Оболь опять же несколько раз перемещалось из одной зеркли на другую для того, чтобы сохранить его в пожаре войны, и польским священнослужителям это удалось сделать. И сегодня мощи святого покровителя Польши и Беларутии до сих пор в Пасоверии хранятся в Варшах. АПЛОДИСМЕНТЫ Что относилось от что интересно ! что есть такая же информация, что когда Епископ Терпак и Победы находились на садиле, а мы изначали Минсвободу, мы выходили в музей, где находились, и так молились и так, что когда Епископ Терпак выехал в Победу, что Боже, Боже, Бабок, молиться в Масшене Святого Андрея Бого. Сегодняшний час уже простые дни моих знакомых о процессе выприсления для Епископ Терпак и Епископ Терпак. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... всегда другой вопрос, а что случилось в этом процессе платформикационном, почему он задержался, но сейчас благодаря интернету можно найти соответствующую информацию и главная у нас информация о информационном процессе платформирования. Сейчас находится на информационном выявлении, которое вставало в ПОСОН, 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 в ПОСОН был в ПОСОН, в ПОСОН, в ПОСОН, в ПОСОН и в ПОСОН и в ПОСОН. И там иногда находилась информация об этом процессе платформирования с данным источником. Эта информация, которая очень важная, эта информация практически могла избавить их. И о чем трудно было бы продвигать этот процесс католик. И сегодня сейчас самоподобный начинал. И поэтому мы хотим сегодня сегодня с тем готовым процессом узнать. Идея какого-батриота Берликской Новой Принцессы появилась сразу после призыва от смерти. И в следующей архивеископе, я был деплантом. Ну, по сути, деплантом архивеископе, деплантом. И так можно кавычка сказать. Потому что должен был архивенчик в Могиловском. Архивеископе, Божий Божий. И чего ему особеннее стескало, который мне должен был. Ну и потом, ну, поможем, поехать в Америку, в Америке, в Америке, в Америке, в Америке, в Америке, в Америке. В Америке, в Америке, в Америке. В Америке начали первые шаги, чтобы начать такой информационный процесс. Требует много денег. И поэтому мне не важно, мне важно, но и одна организация. И хочу заниматься этим процессом. Поетом в Америке, наш он сжат Бабăng, в Иминас therapy, она и всехweg � goodem свежищеншеств. В Алери Мэйшнович, который также писал Петербург, был лично знаком с ебископом Центраком. Он в 1445 году маслова в польских исторических институтах в Риме. И так работал. И тогда по просьбе Иоаку, Жуаку и Патриста Монтене, в Душкову Абду Павла Шестову, который даже Василию с Кишкинка могло сделать, а чтобы он начал заниматься этим вартификационным процессом. И действительно, 24 июня 1922 года в Патриарном Требунале Микаряна Моя Ларина этот процесс и этот процесс дал свою ситуацию. Абаби и Веронцами эту инцидуру также поддержали в Польске, как право, и ебископ до Большого, чтобы было очень трудным положением. И шла была одна коммунистическая власть в Центраконе, чтобы было влияние между ческим ебископом в Порже. Было не значительным, потому что Большого была незаметной для остального Рима. Большое имя Ежио, который вечно стал римископоте влага, скоро снова провожили в бостовом процессов, а есть один, который этот процесс предупредил. Судяисти. Ни отзывниваю помощь и многа справа генерал-проектуре Анастасия Дзеки, в зависимости от вас к Егене Аристова, ополоский систр Смарфи Сталек, Тереса Карла Штейна. В феврале 1553 году, к помощи священник 2-й школы, что это было буквально постулатуру процесса, были еще выполнены тренинг Смяшченка, Францисек Томањский, из Чикаго Изито Цивилинский, монарх Францисканин из Писко Редо и Францисек Томањский из Пасеи в Шахте, в Егене Писко Тима в Барнице Сталекса. В мае 1956 года в присутствии архиевископад Писко Редоцисканин из Писко Редоцисканин из Писко Редоциска, в Писко Редоцисканин из Писко Редоцисканин из Писко Редоциска Томањский, в Польскім Костёре Святого Станислава, в Редоцисканин из Писко Редоцисканин из Писко Редоцисканин из Писко Редоцисканин, Центиля Центиля Томањский из Писко Редоцисканин из Писко Редоцисканин из Писко Редоцисканин mezканин 29-го года 2014-го года выполнил генерации, началась от правительства для правоверности документов оставления филиппископодзеклановых. Постулатор процесса задали филиппископодзеклановых филиппископодзеклановых филиппископодзеклановых. Павел, русский, французский, английский и латинский. Первый год, 1939-го года, Папа Иоанн XXIII назначил декану, который был на Ускорщенею своего рода, французского кардинала Курри Андрея Дамена, кардинална Шмена, на кардинала Духарченко. Чтобы он угрюрал процессу и попытковаловый коллеганский на засудание кон turnedант. Огреганское, чтобы он мог мог улегчить, и устроить процессу. Мы исполнены на 화� websites семиметас мб. году Церков voluntary и латинали, Просту шару довод кардинала Божьейна в документах архивийского Центрального рана. Французские кардиналы, которые уже поближали, что они используют наши партии Кельта обращаются в документах. На следующее время кардинала в премии кардиналов приклонялись на личный архивийский представитель партии 20-летнего решения кардиналов признаний к нам великий собреждений архивийского Центрального рана. Свято-ядец, милости, меньше, постановление, сдать, утвердить, это решение. По этому коммуникации издала в декрету 2, принадлежности с учреждений Слухи Божьего, и архивийского миленского. Фактика в 1932 году погода в премии вышла в книгах, который в шестпо улучшает в декрету на царе, в полицейском, злобалом, материалом, свято-ядецком, для антификации, учаску, стандерметов и документах показаны в свято-ядецее и декабриевском субъеме с лимитом швихом архиве, и архиве и альпиевском архиве. Таким образом посоладок свершклим мельцов, мельцов, мельцов и мельцов, успешно праздновать патриарным на целе судебной. А потом свершклим мобильной акции, обьяков и аддинакция нового 1.135 года. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok